Всем приветики, я сегодня для вас буду не просто ником, а учителем. Я вас сегодня научу, как же продвинуть свой канал со дна ютуба до топов ютуба. Однако, колдуны говорят об этом, как о покупке картошки. И первое, что вам нужно сделать, это зайти под этот ролик и нажать вот сюда. Уху! Я Никитос! Ла-ла-ла-ла, тебе всё мало, выше носик, я Никитос! Ну ладно, в этом ролике я расскажу про несколько способов, как стать популярным и набрать свою аудиторию. Способы будут как честные, так и нечестные, но сразу говорю, что накрутки в этом ролике не будет. Так что, если вы пришли ради этого, то... Опа, бы на тебя въебало, блядь! Начнём, пожалуй, с нечестных способов, потому что они самые годные и, правда, помогают продвинуться на ютубе. Я сам так тоже делал. Давайте, допустим, представим такую ситуацию, что вы делаете каждый день ролики, стараетесь над ними, но подписчики как-то не растут. И в этом случае можно воспользоваться таким способом, который вам сейчас покажу. Во-первых, вам нужно найти каналы с такой же тематикой, как у вас. Ну или же просто популярные каналы из трендов. Потом зайти на их последний ролик и начать пиариться у них в комментариях. Да-да, я знаю, что это плохо, но всё же, чуваки, это помогает, поэтому пишем комментарий, который будет батить на лайк. Допустим, лайк, если ты учишься в школе. И делайте это всё со звёздочками справа и слева. Благодаря им у вас текст будет жирным и тем самым будет больше выделяться из комментариев. И на него будут обращать внимание. Потом делаем пробел и пишем, допустим, го взаимную подписку. Или же я начинающий ютубер, помогите мне советами. В общем, вариантов миллион. Потом копируем ссылочку на ваш комментарий. Делать это вот так. И дальше вам нужно будет дополнительный канал на ютубе. Если у вас их нет, то создайте. Потом заходите в любой из них, вставляете ссылку на ваш комментарий. И у вас открывается ваш комментарий. Тут вы должны будете поставить лайк под ним. И написать совершенно любой комментарий. Потому что комментарии лайки поднимают. Сам комментарий, как ни странно, да, это работает. Ну, дальше так делайте с других каналов. Но я вам советую не делать больше трёх. Потому что дальше ютуб начинает немножечко багаться. Ну вот всё, ребятки. Посмотрим, сколько лайков я наберу спустя несколько часов. Так, обновляем страничку. И как видите, на нашем комментарии уже достаточно много лайков и даже комментариев. Ну и разумеется, на наш канал тоже кто-то подписался. Поэтому да, этот способ работает. Обязательно, ребятки, пользуйтесь. А теперь давайте представим следующую ситуацию. Допустим, подписчики у вас есть. А вот ролики, просмотры как-то вообще не набирают. И для вас у меня тоже есть способ, как пиарить свой ролик. Для этого вам понадобится фейк-аккаунт ВКонтакте. Или же вы можете со своего, но на свой страх и риск. Дальше вам нужно будет найти группу ВКонтакте по тематике вашего видео. Если у вас видео по КСке, то находьте по КСке. Дальше ищите самые активные паблики с открытыми комментариями. После копирите ссылку на ваш ролик. И начинайте спамить в комменты во всех пабликах. И тем самым люди, которые будут заходить в этот паблик, будут видеть ваше видео. Если захотят, то не посмотрят. И даже, возможно, подпишутся. Ну, суть, думаю, вы уловили. Чем чаще вы будете пиарить свой ролик, тем больше вы наберёте просмотров. Только знайте, что вам могут замороть страничку ВКонтакте. Поэтому желательно использовать фейк-страничку. Ну всё, по сути, о нечестных способах я вам рассказал. Давайте теперь перейдём к честным. И начнём с самого главного. Это оптимизация роликов. Может кто-то не знает, но теги, названия, даже описания ролика продвигает сам ролик. Поэтому это всё нужно делать правильно, чтобы ваш ролик немного выстрелил в поиске. И первое, что вам нужно сделать, это скачать вот это расширение для Ютуба. Она нам очень сильно поможет в будущем, поэтому ссылочка на него будет в описании. Так вот, к примеру, у вас видео по CSGO, как повысить FPS. Первым делом вам нужно будет загуглить саму эту тему. То есть написать в Ютубе, как повысить FPS в CSGO. То есть говоря, вашу тематику видео. И зайти на самый популярный ролик. Допустим, вот на этот. Дальше справа у вас покажутся теги этого ролика с помощью расширения, которого мы скачали. Потом вам нужно будет нажать сюда, чтобы скопировать все эти теги. Дальше начинаем заливать наш ролик и вставляем все эти теги в ваши теги. И убираем лишние, допустим, названия чужого канала. А вместо чужого канала пишем свой. Дальше добавляем ещё пару тегов от себя. Ну или же теги, которые вам предлагает само расширение. Ну и переходим к названию ролика. Я советую вам делать название длинным и опять же по тематике вашего ролика. Допустим, как повысить FPS в CSGO 2018. Повышаем FPS, увеличиваем производительность ПК. Что-то типа этого. Думаю, суть вы тоже уловили. Дальше вставляем наше описание и ниже пишем теги. И теперь нам нужны будут теги для нашего описания. Заходим на сайт, который я вам вставлю в описании и пишем сюда тему вашего ролика. И у вас появляется куча различных тегов. Вам нужно будет скопировать первый столбец и вставить его в описание. Если там будет слишком много, то можете половину убрать. Ну и всё. Всё, что нам остаётся, это лишь залить кликбейтную превьюху и опубликовать свой ролик. Но если у вас очень мало подписчиков и вы не уверены, что этот ролик соберёт даже 10 лайков, то попросите друзей, знакомых. Ну или же можете опять же пиариться в комментариях. Но главное, чтобы этот ролик набрал сколько-то лайков. И они должны быть все не накрученные, а настоящие. И именно тогда ваш ролик постепенно будет подниматься по тегам. И у вас будут появляться новые просмотры, лайки. И вы опять же будете подниматься всё выше и выше по тегам. Именно так и работает оптимизация роликов. Чем выше вы будете по тегам, тем больше у вас будет просмотров, лайков, ну и разумеется подписчиков. Ну и последний, пожалуй, самый лучший способ продвижения канала это стримы. Да, думаю те, кто следят за моим каналом знают, что я сам этим способом пользуюсь. И у меня на стримах набирается очень много зрителей. В этом ролике я не буду говорить как на второй стрим. Я наверное сниму об этом отдельный ролик. Но думаю вы и так многие уже умеете. Поэтому да, запускайте стрим, почаще общайтесь с чатом, потому что людям это очень нравится. И также благодарите за подписку каждого подписчика. Ведь это тоже мотивирует других людей подписаться. Ну и самое главное, делайте стрим весёлым, а не нудным. И тем самым постепенно вы сможете продвинуть свой канал с помощью стримов. Ну а на этом всё. Сегодня я вам рассказал обо всех способах, как продвинуть свой канал на ютубе. Если вы будете делать всё правильно, то у вас всё обязательно получится. Ну а с вами был Ник, надеюсь вы поставите лайк этому ролику. Ну а также подпишитесь на канал. Ну а ещё не забывайте, что рандомный комментарий из этого ролика попадёт в следующий ролик. Ну а с вами был Ник, всем пока.